Значение времени в Excel можно складывать почти так же, как другие числовые величины. Например, с помощью этих арифметических действий можно вычислить общее время выполнения всех задач проекта. Складывать значение времени удобнее всего с помощью кнопки «Автосумма» на вкладке «Главное». Я нажму ее один раз, чтобы понять, какие именно значения будут сложены. Это как раз то, что нам нужно, поэтому я снова нажимаю кнопку и получаю общее время выполнения всех задач. Можно еще раз воспользоваться кнопкой «Автосумма», чтобы сложить время выполнения задач в этом столбце, или просуммировать значения в этих двух ячейках с помощью формулы. Чтобы создать формулу, я ввожу, как всегда, знак равенства, щелкаю ячейку D2, ввожу плюс, щелкаю ячейку D3 и нажимаю клавишу «Ввод». Посмотрите, сложив 12 часов 45 минут и 15 часов 30 минут, мы получили 4 часа 15 минут. Это неправильный результат. Я знаю, что формула верна, так что проблема, наверное, в том, как настроено отображение времени в ячейке D4. В этом примере сумма больше 24 часов. Значения времени в Excel могут отображаться по-разному. Например, в виде часов и минут или часов минут и секунд. В 12-часовом или 24-часовом формате. А также в виде значений, превышающих 24 часа, как в нашем примере. Чтобы задать формат для этой ячейки, щелкнем ее правой кнопкой мыши и выберем команду «Формат ячеек». В списке «Числовые форматы» выберем пункт «Все форматы». В поле «Тип» введем левую квадратную скобку «Ч», правую квадратную скобку «Двоеточие» и «ММ». Квадратные скобки в Excel означают, что значение может быть больше 24 часов. «Ч» обозначает часы, а «ММ» — минуты. Дополнительные сведения о форматах значений времени вы найдете в сводке курса. Теперь нажимаем кнопку «Ок» и значение суммарного времени отображается правильно. Квадратные скобки можно использовать и для значений, не превышающих 24 часов. Если вы не знаете, будет ли значение времени больше 24 часов, лучше добавить квадратные скобки. Прибавить интервал времени, такой как 1,5 часа, к значению времени суток, например, к 10.00, также можно с помощью функции «Время». Для этого я ввожу знак равенства, щелкаю ячейку A7, в которой содержится значение времени суток, то есть 10.00, ввожу плюс, время, левую скобку, 1, количество часов, в которые нужно прибавить, запятую, 30, количество минут, которые нужно прибавить, запятую, 0, число секунд и закрывающую скобку, а затем нажимаю клавишу «Ввод». В результате мы получаем значение 11.30. Дальше мы рассмотрим вычитание значений времени.